Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Последнее время мы уже получаем достаточно много информации о том, что пространство теперь другое, то есть мы живем в новом мире, совершенно с другими возможностями, и нам предлагают в практиках, те, кто не посмотрел, пожалуйста, сферу любви, и там предыдущие практики есть еще, когда мы с вами можем использовать свои новые возможности и новые способности. Еще одна тема для вашего внимания – курс «Чудес и волшебства. Вера в себя». Читает Лора. Родные мои и любимые, я есть архея вера, я есть милосердие и сострадание, я есть свет и любовь Бога. Дорогие мои, сегодня я пришла к вам, чтобы продолжить для вас курс «Чудес и волшебства». Сегодня также будет незабываемый день для каждого из вас, так как мы пробудем внутри вас веру в себя, растопим, как в печи огонь, чтобы вера горела в вас, как вдохновение пылало, как любовь и творческий подъем. «Родные мои, у каждого из вас есть дело, которое вы долгое время откладывали на потом. Не было времени и сил, а на самом деле великой веры в себя, то, что вы можете абсолютно все. Пришло время этот внутренний блок в себе преодолеть, перешагнуть и раскрыться всем своим божественным существом. Для этого я призываю вас воспользоваться великой помощью свыше, так как вы не одни, вы часть великой божественной семьи. Вы идете все вместе по земле, в лучах их безграничной любви. Так и идите же каждый день вместе. Не забывайте об этом. Тогда любой ваш путь, любое ваше дело будет всегда просто и легко. Сонастраивайтесь со своей божественной семьей каждый день. Тогда и вера внутри вас, ваше божественное существо, вашу великую внутреннюю силу будет расти день ото дня. «Родные мои, давайте же приступать к новому дню чудес и волшебства. Выберите дело, которое вы долгое время откладывали на потом. Решите, наконец, сделать именно сейчас. Это может быть чем угодно, каким-то творчеством, общением с кем-то, действием или поступком. Потом соединитесь со всей своей божественной семьей, прямо в своем сердце. Вспомните, что вы здесь не одни. Почувствуйте всю их заботу, поддержку и любовь. Ощутите, что вы великое и бесценное божественное существо и можете абсолютно все. Начните делать то, что решили, чувствуя великую поддержку изнутри, веру в себя и безграничную любовь. К тому, что вы решили сделать прямо сейчас. Удерживайте внутри себя этот высокий божественный настрой, связь со своим божественным существом. И со всей семьей. Когда у вас получится все, то поблагодарите всю свою небесную семью за помощь и поддержку, за безусловную любовь. И почувствуйте, как они рады за вас, как будто улыбаются вам свыше. Ощутите внутри себя, как вы стали немного уверенней и сильней. Порадуйтесь и поблагодарите себя за этот новый шаг. Устройте праздник перехода вас на новую, более высокую духовную ступень. Родные мои, если же у вас с первого раза не получается сделать то, что вы так хотели, то делайте это каждый день и по чуть-чуть, чтобы взращивать внутри себя веру, пропитываться ею, чтобы она с каждым днем вас росла. У вас обязательно все получится. Верьте в себя. Краткий план. Первое. Выберите дело, которое вы долгое время откладывали, так как не верили в свои силы и возможности. Второе. Сонастройтесь и соединитесь со всей своей небесной семьей. Почувствуйте их рядом, их поддержку и любовь. Поблагодарите за все. Третье. Ощутите себя частью великой божественной семьи, а себя великим божественным существом, которому подвластно все и нет преград больше на пути. Четвертое. В этом высоком, божественном настрое сделайте то, что долгое время откладывали, вложив в это дело всю свою веру, в себя и безграничную любовь. Пятое. Когда сделайте то, о чем долгое время мечтали, то поблагодарите всех за поддержку и помощь. Поблагодарите себя за этот шаг, устройте праздник вашего духовного достижения. Шестое. Если у вас не получится сделать то, о чем мечтали с первого раза, то делайте снова и снова, начиная от первого пункта до последнего. Каждый день, чтобы вера внутри вас росла, а вы открывали силы и помощи своего божественного существа. С любовью ко всем вам, ваша архея вера приняла Магда.